Представитель представляет Илья Олейников И Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Что такое? Там открыто! Открыто там! Что случилось? Пожар? Наводнение? Землетрясение? Доброе утро! Случилось доброе утро? Поэтому надо не звонить, А колотить в дверь ногами? Звонить о чем? Вот же! Я теперь все делаю ногами Ну, в этом вы не оригинальный У нас все делают ногами Вы к кому? Фирма Забота Добрые услуги Меня прислали о вас позаботиться Вас? Так Напрягитесь и постарайтесь понять У меня сломаны ноги Понимаете? Ноги То, чем ходят Поэтому я заказывал сиделку А не инвалида Так вы послушайте У меня сломаны руки Понимаете? Руки А то, чем сидят У меня в полном порядке Поэтому я сейчас работаю Не руками, а сиделкой Ну, мне нужны забота и уход Как вы это собираетесь делать? Все как положено В полном соответствии с трудовым законодательством С 9 до 18 забота А в 18 уход Забота нашего городка Нет, ну я не понимаю Как же вы в таком состоянии Сможете все делать за меня? Запросто Например, прямо сейчас Могу за вас читать газету Учеными Наконец-то раскрыт секрет улыбки Джоконды Да Интересно Для чего уж она там Так загадочно улыбается? Оказалось Что при просвечивании котины Ультрафиолетовыми лучами Отчетливо видна надпись Взятка Ну, Павелыч, здрасте Опять вы Я же вам уже сказал Ничем не могу помочь Я занят Ну, ну вы же, извините Слуга народа Это же ваша работа Заботиться о людях Да А я все так и говорю Наша работа О людях Забота Вот Вы Вот такой заботливый А люди уже Вам за это Что за это? Что? Они вам за это Благодарны Да Но в другом порядке Сначала люди мне благодарны А уж потом я Заботливый Все, я понял Господи Вот Начинаю благодарить Что это? Вам сказали, что я взяток не беру Никогда в жизни Да как? Уже второй день Правда? То есть Ой Можно уже Как бы, да Не это Не пихать Не благодарить Ну, вот Не пихать вам уже нигде Это просто здорово Потому что у меня сейчас с этим очень туго Секундочку Да Руки вверх Чего? Это отрабление Руки отказал Чего? Выше Ну, куда выше? Вот так вот Так Опа Что это? Это Ну, деньги, которые я вам это вот давал А теперь Вон отсюда И ропь на замок А то пристрелю Я понял Это вам уже просто скучно вот так вот тупо деньги брать Это для вас пресно, да? Любите экстрим, да? Терпеть не могу Но Есть информация Что за взятку сейчас будут давать больше, чем за ограбление Да Да Так вот это было Ограбление Поняли? Да Чао Слушайте, это гениально Вы же гений Ну, что есть, то есть Да Только вот Одну секундочку, можно? Да Вот так Чуть-чуть О, за ограбление Ну и Вы что? Пасмёч Это ж ограбление Ограбление было? Ограбление Я вот Типа Во время ограбления Оказал вам сопротивление Причём активное Это любая экспертиза подтвердит Гений Ой 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 Лечись теперь О, смотрите Смотрите Смелка А как вы ноги-то сломали? Ой Ну рассказывайте, ну рассказывайте Да ну понимаете, я человек не женатый Ага И зашёл только к одной подружке Так Ну, вы понимаете Ну, естественно, знакомая ситуация Не Зашёл просто выпить чаю Ага А в 4 утра вдруг вернулся её муж Страшный человек Ага Я представляю, представляю Значит Он заходит В 4 утра Вы лежите Ну, естественно Пьёте чай Ну, он вам ноги и переломал Да? Вот ему Вот Я успел Я успел Я успел выскочить И спрыгнуть с балкона Мы А вы-то как? Руки сломали? А та же самая фигня Только я не успел Ужас 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 Федор Иванович, после того милого безумия, которое между нами случилось несколько часов назад... Ну, как говорится, дай бог не в последний раз. Так вот, позвольте мне называть вас просто Феденька. Ну, вообще-то мне больше нравится Федик. Федик. Федик, мой покойный папаша меня так называл. Федик, какая прелесть. Я буду женой Федика. Да. Прелестно. Любили папу. А как же, папаша заботился о моем воспитании, передал мне профессию. Как я ему благодарна за это. Какая прелесть. Федик, 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 не скрою. В моей биографии, довольно насыщенной, было немало претендентов на мою руку и сердце. Ой. Шеф-повар из ресторана постоянно таскал мне какое-то мясо. Мясо. Потом был школьный библиотекарь. Это все от него. Вот, ну. Был еще церковный староста. Ну, их можно понять. Женщина же любит всякое такое. Смотря какие женщины. Но уж я-то могу оценить, когда мужчина бросает ежедневно к ногам дамы своего сердца тысячи цветов. Тысячи. И я выбрала вас. И этому меня тоже папаша научил. Какая прелесть. Какая прелесть. Я ведь опытным женским глазом, я вижу. Я вижу. Я ведь понимаю, что такой мужчина не только романтичен, но еще и весьма состоятелен. Это ведь стоит кучу денег, кучу. Да ну. Папаша говорил, что для нас это кустяки. А это кустяки? Да. Как это мило? Я хочу выпить. Да. Нет, не чокаясь. Я хочу выпить за вашего папу. Угу. За все, что он для вас сделал, для меня, как выясняется. И за все, чем он вас научил. Спасибо. Папаша, мне это часто говорил, а я ему еще не верил. А что он говорил? Что, Федик? Да. Папаша говорил, поверь, сыночка, в профессии кладбищенского сторожа есть и свои плюсы. В какой профессии? Кладбищенского сторожа. О, я сейчас умру. Ох, да погодите, ну. Да не умирайте. Не умирайте же, ну. Хотя, нам, как говорится, не привыкать. Вот так вот. О. Что-то правое совсем не разрабатывается. Ой, я ведь уже в последнее время холостякую. Уже лет 30 обо мне никто не заботится. Но я не жалею, нет. А я жалею. И не о женской заботе. А об утраченных чувствах я жалею, понимаете? Да, это понятно. Об этом же поэму можно писать. Да. Ведь женщина это... Это столько светлых, прекрасных, неповторимых, неперевзойденных чувств. Да. Да, это понятно, да. Чувство сытости после вкусного домашнего ужина. Да. Чувство свежести чистого белья после баньки. Да. Чувство выполненного долга. После выполненного долга. Да. Без женщины как без рук. Да, это точно. Как я это понимаю? А без рук как без женщины. Кино. Кинокомпания «Параманты Пикчерс» представляет. Убийство в Восточном Экспрессе. В очень Восточном Экспрессе. Он положил руку на ее обнаженную сущую грудь. И его рука медленно всекользнула вниз. «Параманты Пикчерс» 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 Брат большой начальник, жена большой начальник, еще родственники большой начальник в количестве шесть штук, и сам большой начальник, понимаешь? И сам большой начальник? Да. Конечно, понимаешь, что я глупый, что ли? Да нет, умный. Что ты скажешь? Что я скажу? Какое ужасное самоубийство. Заботы нашего городка. А детей у вас нету? Некому у вас позаботиться, да? Детей нету. Да этих детей у меня четверо, а четырех женщин. И ни один мерзавец не зайдет, ни одна сволочь не позвонит, не спросит. А может, отец родной тут загибается? Да. Может, папочке элементарно жрать нечего? Вот так, ну как это? Ну что это такое? Кошмар. Ну ладно, ладно я. Я человек бездетный. Со мной понятно. Но вы, когда столько детей... А где эта пресловутая детская любовь? Гена, вы же, наверное, сказочки рассказывали, в детский сад водили, в школу их провожали, да? Нет. До сказочек у нас с ними дело не дошло. Мы с ними расставались сразу же после зачатия. Ну, командировки, ну, все. Ну, понятно, но так получилось. Да. Знаю только, что так получилось. А уж как получилось, я даже ни разу и не видел. Сказка о детках и детках. Скоро сказка сказывается. Я уже ни хрена не вижу. Да не скоро дети делаются. Хотя бывает и наоборот. Пришел. Детки тебя носят, старый дурак, а? Да ходил тут по одному делу. Эх, Питер хоть, а? По делу. А водицы-то и нету. Вот, а ты лучше воды принесся по этим дурацким делам своим шляться. Да где же это видно? В моем-то возрасте за водой гонять. Эх, бабка. Старые мы стали. Некому о нас позаботиться. А-а-а! Дошло до тебя наконец-то. Доперло. Сколько я тебе говорила? Сколько, а? Кто говорила? Что детки нам нужны, а? Ну, что же будет кому помочь? Позаботиться на старости лет. А ты что, все потом, 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 еще потом. Что теперь? Все. Теперь еще все. Ку-ку. Вот и нет. Это же я сейчас, это, к знахарю ходил. И что? Он сказал, дело непростое, но дети будут. Есть один способ, самый надежный. Ну, вот тебе и ну. Да ладно. А ты ему рассказал все? А как же? Вот, вот все, все взял. Все. И показал. Все, все показал. А что там уже показывать? Да ну тебя. Он сказал, если расстараемся, как следует, то будут у нас дети. Будут. Да? Только если вот это вот оно опять надо по ночам и снегурку из снега катать, да? Пфу. Или из чурбана куклу строгать. То этого твоего знахаря, ну его в эту. Куда? Куда? А тебе не понять. Ты же даже не знаешь, откуда дети берутся. Да какой еще снег? Какой чурбан? Знахарь сказал, что дело надо в самом натуральном виде обтяпать. Чтобы из крови, из плоти, все как положено. А как положено, как? Ну все надо обтяпать, как положено. Только сказал, больно будет. Господи, спасибо тебе услышал. Дождалась. Да что там больно, потерпим. Ай, потерпим. А что там терпеть-то? Уже положено, давай, давай, тяпай. Давай. Сейчас тяпну. А, давай. Давай, тяпай. Ой, давай. Все готово. Что готово? Что? А? Сейчас заверну палец в тряпицу. А на утро будет у нас сынок. Мальчик. А мальчик с пальчиком. Вот дурак. Ой, дурак. Ну дурак он и есть, дурак. Ха-ха-ха. Дурак. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Вот сейчас вы всю мою кашу доедите, а я что буду есть? О. А хотите, я вам из ресторана еду принесу. Из ресторанчика. Вы мне только денежку вот сюда, в гипс положите. И все, я мигом, я бегом. Одна нога здесь, другая там. У меня ноги, знаете, какие быстрые? Ну, не знаю. Ну, не вот кашку вот эту вот омерзительную. Вы только представьте. Шашлычок. Лавашек. Овощи, гриль. Кинзочку. И 300 граммов водочки. Вот это забота, так забота. А? Вот. Только, а как же вы все это мне донесете без рук? Ну, 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 как-то я постараюсь. Вот у птиц. У них же тоже рук нет. А они все-таки как-то своим птенчикам еду приносят. Что-то в клювике принесу. Что-то отрыгну. Ага. Ну, я быстро. Ага. Ага. Ага.